Резонансная тема этой недели Потому что каждый думает о своем будущем Государство нас не обеспечивает уж так сильно Чтобы прям рожать и рожать и рожать Куда? Одного ребенка как бы можно протянуть, но все равно Много же холостых у нас людей Что и девушек, что и мужчин И как они будут делать детей Я думаю, это ни к чему эти налоги Ну это неправильно, я думаю Ну и считаю, это как-то почему так должно быть Почему я должна платить То, что у меня нет детей Ну кому-то, государственному же Раньше было в советские времена По 25 лет исполнилось И плотный ты, неплотный Ты все равно платишь им налоги Почему должны опять водить? Нет, конечно С каждым годом стимулирующие выплаты К рождению ребенка в стране возрастают Но россияне не спешат обзаводиться чадом Как сообщают специалисты В ЕО наблюдается спад рождаемости Чтобы не ждать долго Государственную регистрацию Рождения своего ребенка Можно молодым мамам позвонить Буквально через два дня После того, как родился ребеночек По телефону записаться И в назначенный день и время Уже прийти и оформить Получить государственные документы В период пандемии Система регистрации рождения изменилась Теперь необходимо позвонить по телефону 4-15-83 И записаться на получение документа Органами, которые осуществляют Государственную регистрацию Было составлено 1188 актов Записи о рождении Что на 119 меньше Чем по сравнению с итогом 2019 года В прошлом году за этот период Мы составили 1307 актов Записи о рождении Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан Существовал во времена СССР Но был отменен после его распада Бездетные граждане отчисляли государству 6% зарплаты На сегодняшний день Министерство финансов России Введение подобного налога Рассматривать не собирается Но низкая рождаемость Так и остается проблемой в стране И в ЕО в частности Дарья Куприна, Кирилл Богаченко, Новости 21